Хотел бы предоставить слово президенту Российской Федерации, моему другу, Владимиру Путину. Пожалуйста, вам слово. Благодарю вас, уважаемый господин премьер-министр Моди, дорогие друзья. Прежде всего, хотел бы, как и уже выступавшие коллеги, поблагодарить премьера-министра Индии за организацию нашего заседания, а также позитивно оценить работу, проделанную индийским председательством в Шанхайской организации сотрудничества. Реализация солидного пакета документов и решений, которые подготовлены к нынешнему Совету глав государств, несомненно, внесёт весомый вклад в укрепление стратегического партнёрства в рамках ШОС. И, конечно, Россия поддерживает проект неудалейской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемирному развитию нашего взаимодействия. Отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам. Считаем важным, что все участники объединения сходятся в оценках ситуации в мировой политике, в безопасности, в социальной и экономической сферах. При этом наша организация твёрдо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка. Миропорядка, основанного на международном праве, на общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств, при центральной координирующей роли организации объединённых наций. И главное, что именно на такой конструктивной основе строится практическая работа ШОС. Наша организация играет всё более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников, упрощение связей международными. Это особенно значимо в текущих условиях, когда всё острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности. И все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала. Россия ощущает всё это непосредственно на себе. Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны, Украины, фактически враждебного государства, антироссии. Её накачивали оружием 8 лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И всё это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны. И сейчас против нас, по сути, ведётся гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. И в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплочённость и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, всё общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооружённого мятежа. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской Организации Сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской Организации. И эти связи становятся всё более крепкими и многоплановыми. Торговля России с государственными членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть – 37%, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов. А за январь-апрель нынешнего года прибавило ещё 35%. Расширяется применение национальных валют во взаимных расчётах. Так, например, более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляется уже в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2024 году превысила 40%. Россия принимает самое активное участие в реализации дорожной карты ШОС по переходе на национальные валюты во взаимной торговле, одобренной на предыдущем саммите в Самарканде, в Узбекистане. И такую работу важно продолжать предпринимать скоординированные меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию необходимой платёжной инфраструктуры, созданию независимой финансовой системы. Дальнейшему укреплению региональной интеграции, несомненно, поспособствует воплощение в жизнь стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. Россия выступила и выступает за наращивание сотрудничества государств нашего объединения в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях. Разумеется, одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах участниц и, по примеру, внешних границ организации. А мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности. Мы будем усиливать это направление. Традиционно в фокусе внимания ШОС находится ситуация в Афганистане. И коллеги только что об этом говорили. Ситуация, которая, к сожалению, не становится менее напряжённой. Приоритетом ШОС должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитскими формированиями. Хочу напомнить о российском предложении преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который занимался бы реагированием на весь спектр угроз безопасности. Говоря о реформировании институтов ШОС, не могу не упомянуть, что в прошлом году в Самарканде было принято решение о совершенствовании деятельности организации. Речь идёт о том, чтобы при сохранении базовых устоев и принципов ШОС повысить эффективность как Совета глав государств, так и других органов объединения, включая и экономическое направление. Практическая работа уже начата, и важно не затягивать этот процесс. Не менее актуально представляется расширение взаимодействия стран Шанхайской организации в культуре, гуманитарных вопросах, в науке, образовании и туризме. Свой вклад в эту работу вносит Молодёжный совет ШОС, общественные и волонтёрские организации, послы доброй воли. Хотел бы отметить заинтересованную реакцию на выдвинутые Россией год назад идеи о развитии спортивного сотрудничества в рамках ШОС, проведение в наших государствах крупных спортивных мероприятий под эгидой организации. Но и пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдёт Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, уважаемые друзья, на то, что с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодёжи. Это будет самое масштабное молодёжное событие международного уровня, которое соберёт активных, неравнодушных молодых людей со всего мира. Ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран мира. Фестиваль откроет широкие возможности для установления прямых контактов со сверстниками, неформального дружеского общения, свободного от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков, общения объединяющего молодое поколение вокруг идеи прочного и устойчивого мира, процветания и созидания. Мы будем рады видеть делегации из стран ШОС на этом всемирном празднике молодости и дружбы. Уважаемые друзья, не может не вызывать удовлетворение, что авторитет и влияние нашего объединения продолжают укрепляться. Растёт интерес к его деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с ШОС и рассматривают возможность подключения к её работе. Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать. В нашей организации теперь в полноправном формате будет участвовать Исламская республика Иран. И хочу искренне поздравить с этим и от души поприветствовать президента Ирана, господина Раиси. Менее чем за два года иранские партнёры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача – помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках шанс-хайской организации многоплановую работу. Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь. Убеждены, что членство Беларуси, которое является стратегическим партнёром и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения. Разумеется, самого внимательного и конструктивного отношения требует рассмотрения всего, кстати, довольно солидного портфеля заявок и от других государств, желающих в том или ином качестве сотрудничать с нашей организацией. И коллеги только что об этом говорили. В заключение хотел бы пожелать успехов президенту Казахстана Касым Жамарту Кемилевичу Такаеву и казахским друзьям, которым после нынешнего саммита переходят функции председателя в организации. Безусловно, уважаемый господин президент Казахстана, можете рассчитывать на необходимое содействие с российской стороны. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...